Всем добрый день! Сегодня такой очень необычный день. Сегодня 13 число и сегодня пятница. Пятница 13. На самом деле вокруг пятницы 13 больше создана легенд. Не настолько уж это и опасный день, как многим кажется. Но зато такой любопытный. Пятница 13. Давайте посмотрим, что вот у пятницы 13 будет происходить у нас на небе. Вот если обратить внимание на картинку, кому видна картинка, сегодня и всю эту неделю большое количество красных аспектов. То есть прям карта очень красная. Красные аспекты это такие напряженные аспекты. Они будут создавать вокруг много напряжения, много всяких конфликтов. Поэтому рекомендовал бы всю эту неделю всем знакам зодиака быть более аккуратными, быть более внимательными друг к другу, быть более терпеливыми. Каждый день начинайте с чая, с мелиссы, с лавандой, чтобы немножко подпитать свои нервные клетки. Далее. Тем не менее. Сегодня у нас луна идет по знаку лев, поэтому начнем со знака лев. Достаточно такая симпатичная позиция у львов. Здесь еще луна создает позитивные аспекты к Меркурию. Львы на этой неделе могут получить какую-то очень важную, интересную для них информацию. Что касается знака девы. Вот все эти напряжения, которые красненькие здесь, они к девам не имеют никакого отношения. У девы будет все прекрасно и хорошо. То есть девы вообще будут не понимать, собственно говоря, почему у всех вокруг паника. То есть они смогут использовать эту энергию себе, скажем так, по благо. Весы. Ой, весам бы я порекомендовал бы терпение, терпение, терпение. Причем всю эту неделю. Совсем скоро солнце перейдет в водолей и у вас начнется очень фартовый период. А пока нервные клетки у вас будут на грани. Скорпион. Ну вот мы еще в прошлый раз рассматривали, сейчас помимо того, что Марса, еще и Венера перешла в знак рыбы. То есть скорпионы сейчас должны себя чувствовать, ну, просто на высоте. У них все будет прекрасно и хорошо. Далее, знак стрелец. Сегодня, завтра могу пообещать стрельцам прекраснейшее настроение. Пока луна идет по знаку лев, у вас будет все замечательно, красиво и хорошо. Ну, будьте аккуратны. Вот примерно с числа 16-17, пока луна будет идти по знаку дева, все вокруг будут пытаться вам испортить это самое настроение. Ну, ничего страшного, это пережить можно. Вам сейчас главное, пока Венера идет по знаку рыбы, быть аккуратными с финансовыми тратами. Козирог. Козирога можно поздравить, это я прежде всего себя хочу поздравить, потому что я козирог. Меркурий долгое время шел в обратном направлении в знаке козирог. И именно сейчас он разворачивается и будет идти в обычном позиции. Мало того, к вам начнет поступать какая-то очень позитивная, очень полезная для вас информация. Водолеи. Сегодня и завтра могу пообещать водолеям такой последний день Помпеи в уменьшенном варианте. То есть эмоции будут бурлить, все вокруг будет происходить не так, как вы хотите. Ничего страшного, буквально пару дней потерпите и картинка изменится. А примерно с числа 18-го, так вообще вам какое-то мироздание приготовило какой-то позитивный эмоциональный сюрприз. Рыбы. Пока по вашему знаку движется и Марс, и Венера. Используйте это время с максимальной пользой для себя. То есть вы сейчас можете, во-первых, порешать очень много финансовых вопросов, наладить какие-то взаимоотношения, заключить какие-то договора. Единственное, рекомендую через два дня немножко аккуратнее быть со своей эмоциональной сферой, потому что Луна будет к вам в оппозиции, и это не лучшим образом скажется на вашем настроении. Овен. Сегодня и завтра. Овнам Луна обещает все только хорошее. Красивейший аспект от Луны идет к знаку Овен. Но это в эмоциональном формате. Тельцы. Сегодня и завтра ситуация у тельцов будет, мягко говоря, не самая лучшая. Опять-таки, буквально через пару дней Луна переходит в знак Дева, и тельцы будут самыми красивыми, самыми очаровательными. Близнецы. У близнецов будет немножко больше терпения. Совсем скоро Солнце переходит в Адалей, и у близнецов начнется очень фартовый целый месяц. С воскресенья. В воскресенье, понедельник, и немножко вторника, когда Луна перейдет в Деву, эмоции у близнецов будут зашкаливать. У близнецов-то ладно, но все окружение близнецов, они будут чувствовать себя. Близнецы испортят настроение сами себе и всем вокруг. Ну, попробуйте как-то с этим справиться. Рак. Вот так же, как и Овнам, ракам немножко терпения. Вот-вот Солнце выйдет из-за позиции к вашему знаку, и напряжение, которое у вас было, начнет потихонечку сходить на нет. Рекомендовал бы вам где-то среда-четверг побыть дома, побыть в уединении, потому что эмоции будут просто не в самом лучшем варианте у вас. А в целом картинка достаточно симпатичная. Еще раз. Квадраты, вот эти красные аспекты, это напряжение. Но напряжение иногда нужно. Если мы поднимаем штангу 50 кг и хотим поднимать 60, мы добавляем вес, и нам тяжело. Но от этого тяжело у нас будут вырастать мышцы. Мы будем более сильные. Поэтому вот эту неделю используйте для своего роста. Да, будет напряжение, но это напряжение – позитивное, полезное напряжение. Всего хорошего. До следующих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова